Денежный эквивалент Я не актурист, чтобы отказываться от какой-то прибыли Это мое было естественное состояние, зарабатывать деньги Фамилия у меня потрясающая, бабки, на Фонты дороже денег, вот знаешь, вот это реальная цена успеха Две тысячи долларов Эксперты предполагают, именно за такую сумму были проданы В интернет издания фотографии, на которых певица Анастасия Стоцкая в кругу друзей открыто курит марихуану Мерзко, потому что просто вторглись в мою личную жизнь Фотография Стоцкой в мусорном ведре чуть не привела к разрыву Между певицей и ее продюсером Филиппом Киркоровым Но это, может, было бы и к лучшему, считает Настя Потому что от их творческого тандема Ничего, кроме скандального пиара, она не получила Не гонюсь за какой-то популярностью, за скандалами Просто так получилось, что вот я оказалась рядом с Филиппом Какие-то происходили скандалы И, ну, в общем, плохая, наверное, реклама тоже реклама Киркоров впервые увидел Настю в мюзикле «Губы» Певец как раз вынашивал идею своего музыкального спектакля «Чикаго» Ему не давали покоя лавры Ричарда Гира Нужна была исполнительница главной женской роли Преступницы Рокси Харт Филиппа привлекли молодость и красота Стоцкой Так Настя получила свою звездную роль Несмотря на огромные деньги, вложенные в Чикаго Спектакль не стал событием в театральной жизни А вот рыжеволосая красавица Настя смотрелась на сцене идеально Она понравилась и критикам, и зрителям Значительно больше, чем Киркоров Казалось бы, это должно обидеть высокомерную звезду Но, вопреки ожиданиям, Киркоров начал раскручивать молодую певицу Причина оказалась простой Именно тогда пресса живо обсуждала отношения Аллы Пугачевой и Максима Галкина И Киркоров, чтобы не отставать, стал продюсером талантливой исполнительницы Мне тоже помогали люди в начале моего творческого пути Я навсегда им останусь благодарным Поначалу Насте нравилась роль воспитанницы самого Киркорова Это было удобно Ей казалось, что теперь есть человек, который решит все ее проблемы Хочу еще Так получается, что если ты такой весь талантливый и гениальный Один ты ничего не можешь Потому что тебе, наверное, нужны в течение твоей жизни Какие-то люди, которые будут тебе помогать, знакомить тебя с кем-то Куда-то там пропихивать Потому что все везде, в общем, есть своя мафия, грубо говоря Никто никуда никого не пускает Но вскоре Насте, привыкшей быть солисткой в театре Показалось, что ее воспринимают только как приложение к звездному Филиппу У меня не было своего лица И меня все равно воспринимали через призму Филиппа Киркорова Популярность молодой певицы быстро набирала обороты Киркоров оказался неплохим продюсером Сначала вышел клип на песню «Вены реки», ставшей визитной карточкой певицы В следующем клипе «Дай мне пять минут» Настя сыграла роскошную светскую левицу Этот образ придумал для нее продюсер Киркоров Но юной исполнительнице такой имидж казался чужим и непонятным Филипп не стал ничего слушать Он был в восторге от своей идеи И пообещал прессе сделать из своей протеже вторую Примадонну И люди вот как-то стали воспринимать меня совершенно по-другому Как вот девушку с экрана, какую-то телезвезду Которая там купается в бриллиантах И которая вот такая светская дама Очень скоро Настя поняла, что быть под опекой известного певца непросто Ведь для настоящего продюсера каждый шаг – это продуманный ход В то время как для артиста на первом месте всегда его личный успех Поведение Киркорова на пресс-конференции в Ростове-на-Дону Когда он публично оскорбил журналистку Ирину Араян Вызвало осуждение как музыкальных корифеев, так и простых людей Может быть, эта ростовская журналистка была не так уж и виновата Но вот именно она стала последней каплей, которая перелилась через краю чаши И вот вылилось все, что у меня накопилось Ослепленный яростью артист в тот момент даже не задумывался о том Что обидев девушку в розовой кофточке Ставит под удар не только свою карьеру, но и карьеру своей протеже Когда была эта пресс-конференция, на мне, в принципе, это не так отразилось Естественно, говорили, что вот как же так, ты его не остановила, почему-то смеялась Я на самом деле не смеялась, но это трудно объяснить, чтобы это не выглядело оправданием Почти все телеканалы и радиостанции сняли с эфира клипы и песни Филиппа Киркорова А заодно и Анастасии Стоцкой Это был достаточно показательный урок всем О том, что звезде не прощают ничего И так же, как любят, так же начинают ненавидеть и осуждать Я не хочу, что вы меня фотографируете, вы мне надоели Меня разражает ваша розовая кофточка, ваши сиськи и ваш микрофон Стоцкую, которая во время пресловутой пресс-конференции просто сидела рядом с Филиппом Обвиняли в том, что она даже не попыталась остановить нахального певца Что, взяла и ушла отсюда? Встали и ушли? Я не имею над ним такой власти, я для него не авторитет, чтобы говорить ему, Филипп, нельзя так делать Поклонники отвернулись от Насти Они решили, что певица подхватила от своего продюсера звездную болезнь Филипп Киркоров такой И вот, значит, она вот какая-то вот тоже примерно такая, как он А я, в принципе, ну так получилось, что образ, который сложился Он совсем, в принципе, наверное, не сходится с тем, что я есть на самом деле Киркорову, которого полностью поглотило восстановление своей репутации Не было дела до Насти Такая ситуация испортила отношения между артистами На людях Стоцкая во время фактического простоя держалась по-бойцовски, улыбалась Но на самом деле ей было не до смеха Серьезный контракт, связывающий ее с Киркоровым, не позволял просто уйти от него Целый год Насте пришлось ждать, пока о скандале забыли Филипп вернулся на эстраду и, наконец-то, вспомнил о своей подопечной Словно оправдываясь, он принес Стоцкой новый хит Песню прикольная Настя была в восторге Певица подумала, наконец-то Филипп понял, что образ светской красавицы не для нее Теперь она сможет быть сама собой Но все оказалось не так В новом клипе ей пришлось выглядеть еще гламурнее На нее надели роскошное красное кимоно, черный короткий парик и наложили толстый слой макияжа И вот тогда, как бы назло Филиппу, Стоцкая делает то, что мгновенно разрушает ее рафинированный образ Пьют волны, а мне не больно, а мне прикольно, а мне прикольно Пьют волны, а мне не больно, а я прикольная Как объяснила сама Настя, у нее украли ноутбук с личными фотографиями В том числе и с вечеринки, на которой певица курила с друзьями марихуану Ну кто-то считает, что я сама продала эти фотографии Компромат в интернете произвел эффект взорвавшейся бомбы Непонятно, зачем Стоцкая хранила эти фотографии Ведь теперь любой компьютерный пользователь может увидеть, как она в абсолютно неконтролируемом состоянии Выставляет обнаженную грудь В принципе, на самом деле, народу неинтересно, когда вот артист такой хороший, весь положительный Такой весь, вот у него такая семья, все так хорошо и счастливо Люди просто таким вещам начинают завидовать А когда вот он, какая-то есть перчинка, какая-то есть такая вот золотизна Они кайфуют от этого Им нравится наблюдать за этим Кому-то нравится увидеть то, что, ой, а он такой же, как я Здорово, она своя Продюсер Киркоров от этих снимков пришел в ярость Он понял, Примадонной с девушкой не получится И потерял к ней интерес Он взялся за молодого выпускника фабрики звезд Диму Колдуна В последнее время он не так занимается мной, как все это начиналось Да, не столько уделяет время мне Он, как ребенок, переключился на другой какой-то объект и занимается им Что случилось, сударыня? Вы гневаетесь? Нет Контракт с Тоцкой-Скиркоровым действителен до конца 2008 года Но Настя уверена, что настоящий эстрадный успех ожидает ее как раз после окончания злосчастного контракта Еще все впереди, еще куча времени Есть люди, которые с удовольствием будут со мной работать И я уже общаюсь с какими-то людьми Все равно в этом задействован Филипп И это камень преткновения, не получается пойти дальше Вот, то есть это какой-то некий этап, который должен закончиться И наступит новый этап, и будет все совершенно по-другому, по-новому И уже больше, наверное, как я хочу Певица Анита Цой, возможно, и хотела бы зависеть от продюсера Вот только вкладывать деньги в невзрачную толстушку корейской национальности никто не соглашался Конечно, легче иметь другие национальности на территории нашей страны Для того, чтобы поскорее, побыстрее завоевать любовь зрительской аудитории Анита поняла, одного таланта мало Нужны деньги, три тысячи долларов Именно столько ей понадобилось, чтобы накупить в Корее дешевых вещей И отбросив гордость, пойти торговать на базар Мы торговали микрофайзерами, такие пальто были Женщина одевает, у нее рукав вот так вот Ну, зимнее пальто Три четверти Она говорит, что ты мне краткова Я говорю, да что вы сейчас, мода такая Немножко свитерок подтянули, натянули И пошли, и все нормально С детства Анита мечтала стать певицей Но ей дали понять, что в семье с патриархальными традициями это невозможно Максимум, на что можно рассчитывать Найти хорошего мужа и стать ему примерной женой Вскоре такой человек нашелся Но девушка не хотела замуж Пришлось по восточной традиции выдавать ее насильно Если бы я начинала, будучи свободной женщиной Я бы, наверное, сразу взяла бы такие обороты И вошла бы в шоу-бизнес более агрессивно Руководитель пресс-службы мэра Москвы Сергей Цой Искал себе скромную жену, которая чтила бы семейные и национальные традиции Вначале Анита показалась ему именно такой Но он и подумать не мог, что на самом деле избранница мечтает быть известной певицей И выступать на сцене Сергей был бы категорически против А в восточной семье неподчинение мужу приравнивается к преступлению Поэтому Анита не стала рассказывать Сергею о своих замыслах Она разработала хитрый план Первый этап – найти деньги на запись диска Анита поехала в Корею к якобы найденным там родственникам Накупила товары, как делали в то время многие челночники И, вернувшись в Москву, начала торговать на рынке лужники В 4 утра, не включая света, пока все спали, она тайком шла на базар В 7 возвращалась, чтобы накормить мужа Провожала его на работу и опять на рынок Торговые дела шли хорошо Женщина почувствовала, что уже близка к своей цели И вдруг однажды с мешками в руках столкнулась в дверях дома со своим мужем Пришлось раскрыть всю правду Как это ни странно, Сергей не устроил скандала Он промолчал А Аниту это и порадовало, и удивило Он всегда говорил мне о том, что статус есть определенный И это неправильно, если кто-то узнает, что его жена торгует в лужниках Это не придаст ему веса совершенно Вместе с подругой жена известного политика почти год торговала А когда собрала необходимый капитал, обратилась в студию «Союз» Казалось, осуществление мечты уже близко Но певицы неожиданно отказали Выяснилось, что собранной суммы недостаточно для записи полноценного диска Ее хватает разве что на две песни, да и то под гитару Артистку это не остановило Она почти договорилась с «Союзом» о возможном сотрудничестве И вдруг столкнулась с проблемой, о которой даже не задумывалась Кто-то из сотрудников музыкальной компании узнал, кем работает муж Аниты И что он против, чтобы его жена была певицей Но несмотря на то, что ее голос понравился На студии решили не идти на конфликт с влиятельным человеком И дали проекту «Анита Цой» обратный ход Артистка поняла, что сама это препятствие не преодолеет И открыто попросила помощи у мужа Другого выхода не видела Ему достаточно было снять трубку, чтобы решить проблему И он позвонил Он оказался куда более сильным человеком, чем я себе это подозревала Он смог это, вернее, посмотреть на это с профессиональной точки зрения С точки зрения того, что мне необходим рост, потому что я творческий человек Но на этом проблемы не закончились Посмотрев на пухленькую кореянку, студия выдвинула ей условия – похудеть Сначала Анита попробовала специальные таблетки Но вскоре поняла, что эффекта нет Тогда она обратилась к профессиональному диетологу Массаж, ограничения в еде, отказ от сладостей, алкоголя, а также спа-процедуры сделали свое дело Сегодня шоу «Анита Цой», которая когда-то героически сбросила 30 килограммов Называют одним из лучших в России Она записывает новые песни, ведет на телевидении автомобильную программу Однако заверяет, что представления о звездной жизни не всегда отвечают реальности Мы иногда с артистами шутим Говорим о том, что мы ездим на Роллс-Ройсах У нас все в золотых бриллиантах, а иногда бывает в холодильнике мышь сдохла Панты дороже денег Вот знаешь, вот это реальная цена успеха Своя цена успеха и у золотого голоса России Сергея Пенкина 100 долларов По статистике, такой была в начале 90-х годов зарплата московского дворника Именно эта профессия стала первой для певца с уникальным голосом в 4 октавы Я работал дворником 6 лет, конечно, я не очень этого хотел Сергей Пенкин родился в Пензе, в многодетной семье Его отец работал машинистом, мать прислуживала в церкви И Сергей иногда пел в церковном хоре Потом была Пензенская культпросветучилища и, наконец, Гнесинка В то время поступить в знаменитое училище без связи было практически невозможно Каждый год с 14 лет я поступал в Гнесинку Но все было безрезультатно Постоянные поездки из Пензы в Москву стоили недешево И Сергей устроился работать дворником в один из московских ЖЭКов С 11-й попытки он все-таки поступил в училище Наконец-то нашел нужные связи На 11-й год, когда я стал уже работать дворником Я познакомился на фестивале молодежи студентов с Фаей Сайдшах Потом она меня познакомилась с своей сестрой С Раей и Раей меня познакомилась с Натальей Зимановной Андриановой Благодаря которой я поступил в Гнесинку И закончил этот институт Денег не хватало, и Сергей подрабатывал по ночам Пел в ресторане Возможно, Пенкин, как и многие другие талантливые певцы Продолжал бы развлекать посетителей Варьете Если бы не счастливый случай Работая в ресторане Варьете Меня заметила Анжела Хачатурян Которая пригласила меня спеть у них в программе 50 на 50 И так вот моя пошла карьера В то время телепрограмма 50 на 50 была очень популярна Многим молодым артистам она послужила эстрадным трамплином Ее продюсер Анжела Хачатурян была известна тем, что помогала неординарным личностям сделать музыкальную карьеру Госпожа Хачатурян уже тогда славилась как мастер оригинальных пиар-ходов Она считала, что одного голоса для артиста мало И посоветовала Пенкину выделиться с помощью ярких сценических костюмов и провокационного поведения на сцене Благодаря этому карьера музыканта пошла вверх Он собирал полный зал А еще стал любимцем так называемой «голубой элиты Москвы» Правда, на телевидении экстравагантный имидж певца восприняли настороженно Консервативные телеканалы Пенкина не показывали Оправдываясь тем, что его музыка не формат для них Мне обидно то, что ту музыку, которую я делаю, и до сей поры Жаль, что она получается не в формате Не в формате, это значит, вернее, если в формате быть, это значит, надо петь попсу Галиму, которая меня раздражает, которую я не люблю Талантливый исполнитель столкнулся с тем, что публику больше, чем песни, интересовала его сексуальная ориентация Тогда же Пенкина начали приглашать с выступлениями за границу Именно там его ждала настоящая слава У меня был случай, когда я выступал у одного олигарха на одной вечеринке И меня там познакомили с какой-то певицей, то есть с Францем, то есть из Америки, не знаю И они начали объяснять, кто я Она говорит, да вы не беспокойтесь, не надо никакого переводчика Мы, говорит, узнаем больше, чем вы, говорит, в своей стране Смотрите далее, как Сергей Пенкин относится к своим коллегам из шоу-бизнеса Вы знаете, какие у нас шоу-бизнесы? Уроды просто сидят Я даже не могу их назвать коллегами, я считаю, что они коллеги, а не коллеги Была ли Ирина Салтыкова любовницей скандального порно-продюсера Александра Валова? Ну, смешно, ребят, но если же вы видите меня, что я, так сказать, я могу показать своих бойфрендов Если у Валова есть комплекс неполноценностей, я тут при чем? Сколько стоит успех для некоторых молодых звезд телевидения? Цена успеха, наверное, ни для кого не секрет Порванное очко и обсосанный рот Это всем известный факт И как Надежде Бабкиной не дали поучаствовать в штурме своего театра? Они обломали, обломали вот этот весь мой кайф, понимаете, участие в взятии Бастилии Для массового зрителя его песни были слишком сложными и непонятными После успеха на Западе Пенкин назвал свою музыку элитарной и этим объяснил отсутствие на телеэкранах Я пою ту музыку, которая мне нравится и считаю, что эта музыка для элиты А эти музыка типа «Юбочки из плюш» или «Я убью тебя, лодочник» или «Я беременна, это временно» То есть вот такой ужас, который дают молодежи, я этого не понимаю Меня это раздражает и мне просто стыдно то, что происходит на эстраде Считается, если артист не появляется на экране, о нем быстро забывают Но Сергей Пенкин, которого на телевидении почти не показывают, на своих концертах собирает полные залы При довольно дорогих билетах Самые дешевые, около 80 долларов, стоят как билет на концерт Мадонны в России Зарубежные гастроли, множество профессиональных премий, преданные поклонники и поклонницы Трехэтажный дом в Подмосковье, на который певец потратил не один миллион долларов Не заглушили в нем обиды на российский шоу-бизнес Вы представляете, какие наши шоу-бизнесы? Уроды просто связят К своим коллегам, которых постоянно показывают по телевизору, отношения у артиста довольно негативные Я даже не могу их назвать коллегами, я считаю, что они коллеги, а не коллеги А певицу Ирину Салтыкову именно телевидение сделала звездой Эти глазки, эти голубые глазки, эти ласки, эти неземные ласки Эти сказки, эти колдовские сказки, лишь ловушки Чем больше тебя показывают на экране, тем ты дороже стоишь Обольстительная блондинка Ирина Салтыкова, бывшая много лет лишь звездной женой Появилась на сцене стремительно и ярко, оставив далеко позади популярность бывшего мужа Я даже не ощущаю его в родственниках Я знаю, что это родной человек моей дочки И вот максимум, что вот у меня есть От 500 тысяч до нескольких миллионов долларов Столько стоили коммерческие киоски на Кутузовском проспекте, которые Ира продала, чтобы записать первый диск На тот момент действительно у меня были коммерческие палатки, в которых продавали продавцы Я этим руководила, но я не считаю, что это какой-то большой бизнес Это такая мелочь, и это в те времена это было, ну не то чтобы модно, а самое доступное В 85-м году в городе Сочи Ирина познакомилась с Виктором Салтыковым, солистом известной группы «Форум» Летним вечером певец с другом гуляли после концерта И на трамвайной остановке увидели двух симпатичных девушек Решили с ними познакомиться Ирина сразу понравилась Виктору На фоне фанаток группы она в первую очередь отличалась тем, что относилась к Виктору как к обычному человеку, а не как к суперзвезде А главное, внешне была похожа на его мать, которую Салтыков очень любил Молодые люди вскоре поженились, а через некоторое время Ирина родила дочь Алису Когда встретился с Ирой с первой, да, скажем так, с Ирой Салтыковой, нынешней, известной сегодня певицей Она была как бы девушка, которую я действительно мне показалось очень сильно полюбил То есть она как бы убивалась из того, что есть В тот период я была вот девочка, вот Ирина вот такая Сейчас я уже женщина, я уже практически Ирина Ивановна Время шло, дочь подрастала, денег в семье хватало И красивая женщина заскучала Она попросила мужа устроить ее на работу При содействии Виктора Ирине, окончившей в свое время инженерно-строительный техникум Предложили петь в группе «Мираж» Девичья команда выступала под фонограмму Так что нужна была только сценическая внешность и хорошая пластика Ирина только открывала рот, а пели другие Не такие красивые девушки Это ее оскорбляло И через три месяца Ирина ушла из группы и снова взялась за домашнее хозяйство В начале девяностых Виктор Салтыков решил делать сольную карьеру Но свой имидж восьмидесятых не изменил И как часто происходит в таких случаях, новая публика артиста не приняла Популярность Салтыкова затихла И денег в семье, привыкшей жить в достатке, стало меньше Здесь я столкнулась с тем, что хронически мне не хватало денег Понятно, что муж зарабатывал, как бы на продукты он давал А вот щедрым, так сказать, я не могу его назвать в отношении меня, ребенка Вот, поэтому мне хотелось быть самостоятельной Я уже привыкла, ну скажем, не к роскоши, но по крайней мере ни в чем себе не отказывать Тогда Ирина решила доказать свою независимость и заняться бизнесом На сэкономленные деньги в 93-м году она покупает коммерческие киоски в центре Москвы Куда, словно насмехаясь над Салтыковым, приглашает продавцами танцовщиков мужа Как раз сидевших без работы Это больно ударило по самолюбию певца И вскоре после большой ссоры Виктор ушел Как-то я думаю, а зачем я это сделал? Зачем я женился? Потому что вот та инерция, с которой я жил Та легкость, которая была присуща мне, свободному человеку Она несколько остановилась Она не любит меня, когда звоню ей с утра А также ночью... В тот момент Ирина поняла, что перешла грань и попробовала вернуть мужа Но это ей не удалось Виктор уже встречался с другой Хотел на ней жениться и требовал развод Не найдя другого выхода, Ирина согласилась Больше всего в жизни, если говорить о каких-то там неудачах И волнениях, переживаниях, стрессах То это, наверное, у меня было расставание с мужем Ирина осталась дочерью одна Даже своих артистов, работавших у Ирины, Виктор опять переманил к себе После брака у нее осталась известная фамилия, которую она и решила использовать Кроме того, нужен был первоначальный капитал И женщина решила продать киоски Выручить от продажи определенную сумму, которая бы позволила исполнить задуманное У Ирины была эффектная внешность, известная фамилия И благодаря мужу много знакомых в шоу-бизнесе Опыт сценических выступлений тоже был И Ирина решила стать певицей В первую очередь она потратила деньги на свою рекламу Салтыкова участвовала во всех телепрограммах, в которых бурно обсуждали ее развод Понимая, что вокальными данными и нехитрыми текстами своих песен она вряд ли сможет кого-то удивить Ирина сделала ставку на видеоклипы с довольно откровенными образами И когда вышел первый альбом певицы Дерзкую и эротичную блондинку уже знали все Еще будучи женой Виктора Салтыкова Ирина завела достаточно связей в шоу-бизнесе И теперь, став финансово независимой, она сознательно отказалась от услуг продюсеров Решила сама заниматься продвижением своего творчества, чтобы ни с кем не делиться заработанным Ведь по статистике российские продюсеры берут себе почти 80% от заработка артистов Мы их называем продюсером, но на самом деле это не продюсирование, это бред с ее кобылом Несмотря на творческие успехи, личная жизнь красивой, хотя и не слишком юной певицы, не сложилась Настоящих мужчин осталось очень мало В основном наркоманы, алкоголики, голубые, шизофреники и так далее, и так далее Когда женщина уже определенного возраста, то есть в 20 лет еще можно найти 20-летнего, который не успел спиться или еще что-то То в моем возрасте я уже не найду 20-летнего Если у меня будет достойный молодой человек, то я буду гордиться И конечно же я всем покажу, и я буду счастлива полноценно Но пока этого конечно нет С бывшим мужем она практически не общается По словам Ирины, Виктор ее давно не интересует А вот за дочь все-таки обидно Мы эти 12 лет с Виктором почти не общались, ни я, ни Алиса Ну как-то ему было некогда, видимо Новая жена Виктора Салтыкова объясняет нежелание мужа видеться с бывшей женой совсем другой причиной Ну мы очень долго не пересекались вместе, просто потому что Ира такой агрессивный человек Просто в стиле безопасности личной Ирина вовремя сообразила, что публике о ее крутом нраве знать ни к чему Лучше оставаться для зрителей симпатичной блондинкой И петь песни о голубых глазах и королеве бензоколонок Все, что говорят в камеру в основном, это не то, что может быть делают или думают А то, что хочет зритель услышать Однако желтая пресса по-прежнему пытается приписать певице романы с разными персонами российского шоу-бизнеса Я опровергать не собираюсь, потому что это глупо, я не собираюсь оправдываться Одним из таких мужчин якобы был скандальный продюсер Александр Валов Известный благодаря порнофильму о Юлии Тимошенко И проекту с порно-звездой Еленой Берковой Конечно, нет, но этого человека я знала И он пытался там на своем канале мне якобы размещать мои клипы Ну и вроде как общение было телефонное Однако в интервью на одном из интернет-сайтов Валов подробно описывает свои отношения с Салтыковой От совместных путешествий до интимных встреч Ну смешно, ребят, но если же вы видите меня, что я, так сказать, я могу показать своих бойфрендов Если у Валова есть комплекс неполноценностей, я тут при чем? Он может придумать кого угодно Впрочем, певица понимает, что скандальный пиар ей только на пользу В запасе у нее еще много сюрпризов для зрителей Каких покажет время? Открывать вот эту правду, совсем уж голую правду, да, мне кажется, иногда и ни к чему Потому что какие-то все-таки секреты, может быть, и должны оставаться за кулисами Я объясняю, что это не просто шоу, это же бизнес Интересно, что у молодого поколения звезд свое мнение о достижении успеха Создаются стереотипы, что я должен платить за славу, да, за популярность На самом деле все как раз наоборот Мне платят еще за это Бывший провинциальный клоун Степан Меньшиков Благодаря участию в проекте «Дом-2» получает совсем не смешные деньги Оказавшись на площадке самого рейтингового реалити-шоу России Степа сразу привлек внимание зрителей дерзким поведением Поочередно искушая самых красивых девушек на проекте Он сумел удержаться на нем дольше остальных соперников Степан здесь уже более двух лет Но считает, что путь к успеху может быть намного короче Цена успеха, наверное, ни для кого не секрет Порванное очко и обсосанный рот Это всем известный факт Внуку Эдиты Пьехе Стасу такую цену платить не нужно Благодаря знаменитой бабушке можно везде получить большую скидку Пару сотен баксов вообще Несколько сотен баксов Не слишком дорого оценивает свой успех молодежь В отличие от старшего поколения Ну, условно говоря, миллион И не один, а 50 миллионов долларов В эту астрономическую сумму оценивают эксперты здания театра «Русская песня» На улице Земляной вал в Москве Которая певица Надежда Бабкина взяла штурмом Это произошло буквально за 24 секунды Атаманша российской эстрады Надежда Бабкина Известна не только крутым нравом В деловых кругах у нее репутация довольно успешной бизнесвумен У меня по этому поводу существуют целые схемы Куда я что должна вложить И так все время думаю, что фамилия у меня потрясающая Бабкина И поэтому вот Бабкина Я не возражаю Я как бы не жадничаю Уроженке села Черный Яр Астраханской области Было очень сложно добиться признания Она занималась совсем некоммерческим направлением шоу-бизнеса Фольклорной музыкой У меня жанр высокий На сегодняшний день, к сожалению, о национальных традициях мало кто знает вообще Более того, жанр, в котором я служу, не формат Чтобы организовать свой театр, необходимо помещение Певица пошла прямо к мэру Москвы Юрию Лужкову Он не отказал пробивной артистке И Бабкина получила помещение в центре Москвы Но радоваться было рано Я уже получила ордер на въезд в помещение А я не могу Там сидела коммерческая организация Которая просто зарабатывала Себе Деньги и немалые А коммерческую организацию Просто так вышибить нереально Снова обратилась За помощью к мэру Но он только развел руками, мол, выкручивайся сама Бабкина не собиралась Так легко сдаваться И решилась на настоящий штурм Я решила все-таки в помещении отвоевать Своё же собственное Наняв профессионалов из группы захвата Она за считанные секунды взяла штурмом своё здание Там охрана была, там всё было Но за 24 секунды произошло всё И за 24 секунды Значит, вот это всё было выброшено Вышвырнуто Люди вышли Кто в чём мог Хватай, спасайся Кто как Хавайся Кто как может Понимаете То есть всё И на следующий день Все эти структурные И ночью На следующий день Всю неделю Эти все структуры со мной стояли До тех пор Пока мне не поставили охрану кнопочную То есть кнопка на весь город Единственное О чём Надежда Георгиевна Тогда жалела, что ей не дали лично поучаствовать в штурме Сказали, незачем, мол, светить известным лицом А я был так по-боевому настроен Ничего ж казачка, думаю, сейчас шашки на голову И всё, и захват произойдёт Они обломали Обломали вот этот весь мой кайф Понимаете, участие Взятие Бастилии Просто обломали Постепенно работа наладилась Театр отремонтировали И под крыло русской песни Потянулись таланты со всей России Но Бабкина не собирается продюсировать других У неё есть свой коллектив Мы на сегодняшний день Лучшая команда в стране Все остальные любители А кого-то раскручивали На кое они мне нужны Кого-то раскручивали С какой стать Однажды, будучи членом жюри На одном из музыкальных конкурсов 54-летняя Надежда Бабкина Увидела на сцене молодого певца Евгения Гора Ему недавно исполнилось 24 Как говорит сама артистка Это была любовь с первого взгляда Бабкина сразу же принялась Помогать Гору в карьере Потому что считает его Очень талантливым артистом Это было непросто Так как и поклонников, и коллег певицы В первую очередь Шокировала большая разница в возрасте Но для влюбленной певицы Не существовало преград Надо было мне его протаранить Просто как-то протаранило Но это наша личная жизнь Она там, за дверьми Это никого не касается И хотя многие издания Желтой прессы Посвятили не одну статью Гомосексуальным наклонностям Юного протеже Бабкиной Артистку это не смущает Некоторыми знакомствами Евгения С представителями секс-меньшинств Она даже гордится Он переписывается с Элтон Джона Но главным для нее по-прежнему Остается мнение ее сына Данилы Ровесника Евгения Именно его слов Надежда Георгиевна ждала со страхом Но опасения были напрасными Сын принял избранника матери И теперь Надежда Бабкина уверена Что нашла настоящую полноценную семью Данила мне сказал четко Мама, у меня нет никакой ревности Никакого волнения Потому что твоей любви хватит И мне, и Женьке И многим-многим другим Я по этому поводу даже не заморачиваюсь Ну разве это плохо? Замечательно просто Она убеждена В жизни нет ничего невозможного Главное, очень захотеть И приложить все усилия Для реализации своей мечты Как только ты думаешь Что-то реализовать Вселенная включается В поддержку и в помощь А стало быть, движению пошло На пути к успеху Не следует путать Материальные ценности с вечными И хотя одно совсем не исключает другое Нужно понимать Что не все можно купить за деньги В том числе и успех Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok